Подготовку к празднованию столетия образования Чувашской автономии обсудили сегодня в Доме правительства. Это значимое событие для республики, поэтому даже в условиях пандемии совсем отменять праздник не планируют. Сложившаяся ситуация заставляет изменить планы и строго придерживаться эпидемиологических правил. Поэтому массовые мероприятия проводиться не будут. Основное внимание – социальные составляющие праздника. Праздник – это не только дата, когда мы будем проводить основные наши мероприятия. В течение всего года уже велась и ведется работа по реконструкции культурных объектов, благоустройству парков и общественных пространств. Это те подарки, которые жители республики должны и получат в течение этого года. Всего по республике отремонтировано более 50 объектов культуры. Большой объем работ запланирован в Чувашской государственной филармонии. К 24 июня здесь отреставрируют фасад и благоустроят прилегающую территорию. К 1 октября реконструкцию здания планируют завершить в полном объеме. Более 500 баннеров и 70 флаговых композиций уже доставили в города и районы республики. К 10 июня оформление будет установлено. В столице на склоне возле монумента матери появится цветочная композиция в форме карты республики. 24 июня гостей будет принимать Красно-Читайский район. Здесь уже давно готовятся к юбилею. Отреставрирован местный краеведческий музей. Завершаются работы по ремонту площади Победы, где и будут проводиться основные праздничные мероприятия. Продолжит программу деловая часть. Вечером в Чебоксарах после масштабной реконструкции откроется Красная площадь. Для максимального вовлечения жителей республики все мероприятия будут транслироваться в онлайн-формате. Завершится день праздничным салютом. Из-за пандемии большая часть праздничных мероприятий перенесется на август. Их планируют начать с 13 числа мюзиклом «Нарспи под открытым небом». Также запланировано проведение фестиваля «Таванадал» и Чебоксарского международного кинофестиваля с участием известных гостей. Богдана Дойникова, Павел Редков, Республика.